Репортаж 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 и те, что раскрывают конфликт. Все остальное — лишнее. В этом жанре журналистики важен голос автора. Хороший репортаж всегда индивидуален, а при его чтении в голове возникает зрительный ряд. Рой Питер Кларк, американский редактор, писатель и автор книги «50 приемов письма» даже ввел термин — писать кинематографично, то есть так, чтобы текст рождал в голове читателя кадр за кадром. Доля авторской субъективности, которая присутствует в репортаже, делает его скорее ближе к литературе или билетристике, нежели к новостным заметкам. Поэтому, как и любое литературное произведение, хороший репортаж должен быть написан по законам драматургии. Завязка — начало конфликта или проблемы. Развитие действия — герои пытаются ее решить, то есть мы наблюдаем саму историю и переживаем ее вместе с героем. Кульминация — герои приближаются к решению. И развязка — они либо добиваются успеха, либо нет. При этом развязка должна быть логично связана с завязкой сюжета, потому что именно между ними развивается вся история. В репортаже, как и в любой истории, важен герой. Простой человек со своими проблемами и стремлением их решить. Таким образом, читатель ассоциирует героя с собой, что помогает создать эмоциональную связь, проникнуться историей, а значит, дочитать до конца. Когда вы собрали и написали репортаж, важно подумать о его оформлении. И здесь нужно учитывать, что существует два типа чтения. Первое — линейное, когда текст читается по порядку от начала и до конца. И второе — кросс-чтение, то есть читатель идет только по заголовкам, врезам и всему, что цепляет взгляд. К сожалению, сегодня в огромном потоке информации большинство людей читают длинные тексты именно так. Поэтому при оформлении материала нужно учитывать чтение второго типа и позаботиться о том, чтобы структура и мысль материала легко считывались даже беглым взглядом. Итак, подведем итоги. Первое. В репортаже важен сюжет и история. Формат отходит на второй план. Второе. Не забывайте про детали. Фиксируйте все, что поможет оживить историю и придать ей объемность. Третье. Дополните историю фотографиями или видео. Четвертое. Начало и конец репортажа могут не совпадать с вашими передвижениями или программой события. Пятое. Помните о драматургии. Завязка, развитие, кульминация и развязка. И шестое. Учитывайте кросс-чтение при оформлении материала.